На сцену Артек-арены мы с большой радостью и волнением приглашаем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина! Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с началом новой седьмой смены в Артеке. Вы уже знаете, что Артек создавался с далекого 1925 года и с тех пор он создавался как международный лагерь, куда приезжали дети не только из бывшего Советского Союза, из всех республик бывшего Советского Союза, но и из-за границы. И сегодня возрождающийся Артек, он переживал недавно достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается и возрождается именно как международный лагерь. Сюда всегда приезжали самые лучшие и из нашей страны, и из-за рубежа. Я знаю, что вас здесь учат главному, учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда вы не приезжали, ваши сверстники? Вы всегда должны знать, что это ваши друзья. Артек многому даёт, многое даёт. Он учит жить, он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание Артековец, дружба, которую вы здесь приобретёте, сопровождало вас всю вашу жизнь. Поздравляю вас! Поздравляю вас! Здесь был 9 мая 1945 года. Ему 87 лет. И он, когда делился воспоминаниями, он сказал следующее. Я запомнил 9 мая по вкусу белого муската, красного камня, потому что его тогда, 9 мая, всем пионерам будущим... Вот знаете, что, Алексей, хочу сказать? Мы здесь почти все спортсмены. Мы тоже. Конечно, да. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира. А мускатный камень мы уж сами там употребляете. Нет, мы не употребляем. Нет, а как вы нюхаете, что ли вы? Нет. Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку, 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 секундочку. Очень хочется выпить за здоровье раненых и пожелать счастья всем, кто здесь находится. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что планирует противник. И мы это с вами тоже знаем. Какие провокации ожидаются в ближайшее время, в каких районах и так далее. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, тогда получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту сумму поставить. Мы обязательно выпьем за ним. Обязательно. Но пить будем потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Поэтому я предлагаю сейчас по походам перекусить и заработать. Как вы вчера закончили на заводе? Отпраздновали. Отпраздновали? Уже празднуете что ли? Вчера отпраздновали. Лодку только заложили, еще не построили, уже празднули. Это по-нашему. Празднуете, когда закончите строительство. А есть ли оружие, которое работает более радикально, чем военное? Оказывается, есть. Это генное оружие. Страну можно поработить с помощью зеленой каски. Но в чем проблема военного оружия? Каски видны. Видно, кто стрелял. На место того, кого застрелили с нашей стороны, может встать другой, еще более сильный. Так, значит, нужно искать другие методы. На уровне военной каски Россию уже несколько раз пробовали так бы покорить. Ничего не получается. Поэтому я утверждаю, что на пятом экономическом приоритете генного оружия результаты достигаются гораздо более устойчиво. А что такое генное оружие? Это алкоголь, табак, наркотики. Для того, чтобы народ не распознавал это как генное оружие, это вброшено в наше сознание, как наши обычаи, традиции и привычки. Ну как, русский мужик без стакана, вы вдумайтесь, каждый день нам это вбивают в наши головы. Это и есть матричное управление, когда в обществе висит некая информационная матрица. И ребенок, прокатываемый через эту матрицу, к окончанию школы уже не мыслит себя без стакана вина. Он что, от рождения этого хотел? Нет. Это ему умышленно, целенаправленно навязано. С помощью фильмов, реклам, телевидения, газет, радио. Я ответственно заявляю, вы не найдете, и в былые советские времена, ни одного фильма, который бы не показывал сцен винопития. Вот наши кровеносные сосуды в головном мозге имеют очень узкие капилляры, соизмеримые с размером эритроцита. Эритроцит в нормальном состоянии имеет липидный слой, жировую смазочку. Когда эритроциты, когда алкоголь попадает в кровь, жировая смазочка нарушается, эритроциты начинают слипаться. Кровь течет не поштучно эритроцитиками, а вот у посвященных, кто придумал эти схемы уничтожения генетики того или иного народа, это называется эффект виноградной грозди. То есть эритроциты текут в виде виноградной грозди, и вот здесь вот в мужском сосудике, они просто образуются тромбочки, застревают вот этот шарик. И кровь дальше не поступает, а вот здесь в конце нейрончик. Этот нейрончик прекращается кровоснабжение, прекращает поступать кислород, и нейрон физиологически погибает. Вот это гибель нейрона, когда клетки атрофируются и погибают, и воспринимается человеком в качестве безобидного состояния опьянения. В нашей системе, почему я вот белой завистью завидую тем, вот вам, молодым, кто сейчас входит в жизнь и способен понять и освоить эту информацию, у вас все изменится в вашей родовой генетике, в вашей жизни, если вы поймете вот эти примитивные элементарные вещи. Мне, к сожалению, эта информация была дана там в возрасте 40 лет, но после этого жизнь моя, моего рода изменилась начисто. Я сейчас могу поверить во что угодно, но никогда не поверю, что в моей родовой генетике, близлежащей там сестры, братья, детья и так далее, найдется человек, который в течение всей жизни сделает хотя бы один глоток пива или хотя бы один глоток шампанского. Заметили, что Путин впервые в истории России произносит тосты новогодние без фужера шампанского. Никогда не поймете принципы глобального управления, пока не обратите внимание на мелочи. Мелочи, запомните, не имеют решающего значения, они решают все. И для тех, кто понимает мелочи, все становится понятным. Вот вдумайтесь, почему Путин произносит новогодние тосты, вдруг нарушая все традиции, все общепринятые нормы без фужера шампанского. Для того, чтобы подорвать нашу генетику, которая априори самая мощная в мире, придумано вот это генное оружие. В моей книжке есть раздел специальный, пятый, где расписано это детально и подробно, алкоголь и табак как генное оружие. Табак работает точно так же при попадании, вот если вы не курите, проверьте, курнули, да, ровно сколько времени понадобится, сколько кровь пойдет от легких до головного мозга. И как только эта отравленная ядосодержащая кровь попадет в головной мозг, так ровно в этот момент у вас начнется головокружение. Спазмируют сосуды и не пропускают эту ядосодержащую кровь, как бы так сказать, в тонкие структуры головного мозга. Расписано у меня и откуда жрецы древнего Египта взяли вот эти механизмы возможного управления человечеством с помощью генного оружия. Вот если вы запустили в ту или иную родовую генетику генное оружие, то этот рот обречен. Через 50 лет, через 100, через 200, это уже второй вопрос. Но если та или иная родовая генетика не распознала алкоголь как генное оружие, считайте, что вы тот, кто управляет нами, он эту задачку решил. Вот отсюда вам вспомните, как нас покоряли, я вам потом немножко обобщу, но вспомните, что было на этом приоритете. Это классическая глобальная схема спаивания. Запрет, потом спирт-рояль и процесс пошел, как говорил архитектор-перестройки. Для того, чтобы спаить народ, первое, что делается всегда, это введение запрета. С запрета начинается спаивание. С запрета «От TT» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Оценят наши потомки